Отвечая на ваш вопрос по поводу инноваций и трендов, которые происходят на рынке систем видеонаблюдения, конечно же, не стоит забывать о потребительском рынке, который имеет серьезное влияние. Мы видим о том, что разрешения видеокамер идут вверх, формат 4К, мы видим переход этого в консюнер продукты, например, камера GoPro и так далее. Соответственно, потребительский рынок делает компоненты более доступными, их производит более массово. И, соответственно, охранный рынок, он обычно идет немножко позади, но, тем не менее, принимает эти технологии и начинает их использовать. Значит, на мой взгляд, как я уже говорил, переход к очередному стандарту, это стандарт 4К, это сейчас очень яркий шаг. Bosch одним из первых на рынке охранного видеонаблюдения продемонстрировал камеры 4К, да, но также и мы видим сейчас другие производители подтягиваются. То есть это новый стандарт, который явно идет постепенно на смену стандарту Full HD. Значит, мы, конечно, видим очень серьезное увеличение присутствия азиатских производителей. Они очень активно приходят на этот рынок, все большую и большую его часть начинают занимать. Агрессивная ценовая политика, да, это видно. Американским компаниям стало немножко тяжелее на российском рынке, мы с вами знаем почему, да, это скорее уже политический вопрос. Вот, соответственно, вот такой мы видим тренд, да, что европейским компаниям сложно, американским совсем сложно. Конечно, азиатские компании в силу экономической составляющей и политики, наверное, да, серьезно представляют очень такую серьезную силу на этом рынке. Я говорю сейчас про Россию, да, про наш с вами. Значит, ну мы участвуем уже не первый год, это уже, наверное, четвертая выставка для компаний Bosch. Хотел сказать, что очень правильно, что вы сохраняете атмосферу не выставки, где каждый старается показать больше и больше железа, да, а это все-таки мероприятие для профессионалов, для общения. Большое внимание уделяется презентациями. Вот такой формат очень хочется сохранять, да, не увеличивать количество дней, не наращивать размеры стендов, да, а сохранить формат минимум продуктов, максимум технологий, фишек презентации и общения.